Продолжение следует... 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 Потому что это не определенным средством, но только что вы делаете, что вы хотите и в какой способности? Я это делаю для приемности и это делаю, что мне в душу играет, как говорится так патетически, но независимость такая материальная, в смысле заработка, что я работал первым как электрик там несколько лет, потом был на основе директора, как человек, который немного с такими справами заражал культурой. Это тоже была очень добра дорога, это было быча с людьми культуры, с маларами, с артистами, потому что были организованы и пленеры в святниках, так что здесь целый час, как бы, мне интересовалось в жизни, чтобы себя реализовать. И первое время была такая фотофотографическая, потому что тогда не думал о маловании, потому что это было еще не уявлено в моем жизни. Но хотелось бы документировать то, что есть в природе, в людях, в выражениях, в фотографии. Это очень интересовало меня. И много времени посвякаю на фотографию. Когда ты посетишь фотографирование? Это уже 40 лет назад. И, как я смотрю на первые первые фильмы, те «Чарно-белые», то этот мир, который был устроен, уже не существует. В частности, люди, которые жили в тамных временах, то большинство уже помирали. Или какие-то старые хаупы, или обрzęды. Или, скажем, даже покармиа с этим костюмом и с Недзелой Палмовой, с этим строем людей, этих пани в хустах, таких, 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 автентичных, как это было. Это уже 40 лет, это кажется, что не много, но это очень много. Как сравнивать даже выглядят самих людей, способов убирания, или архитектуры и так далее. Хочу сказать, Зьциславе, вспоминали Богдановку, в общем, Богдановка и гмина Токарния, это такие заглуби рязьбия. Ты говоришь, что первая была фотография, но немного меня это удивило, потому что, из того, что я знаю, ты начинаешь от подглядания этих рязьбий рязьбий рудовых в Богдановке. Мог бы ты еще рассказать о этих почтках стычности с рязьбой рудовой? Да. 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 Я не знаю, но не знаю, только в школе, в школе, или даже в школе, в школе подглядаем Юзефа Слонины, такого рязьбияра из Богдановки, который на соседней роли живал. Ну и там часто з братом, чи з кузынами подходили мы до него и наблюдали то, что он выпродукав, в доме, чи при пасене крув. И то меня урекало. И те фигурки, такие немалованные его, потому что он не маловался, только строгал такие с сурового древна. И так себе маржуем, чтобы когда-то попробовать что-то сделать, но это мне было не за очень реально. И потом, как раз так, с козиками, такими другими способами, начали с колегами пробовать что-то строгать. Ну и потом, это все как-то уже как-то уреалнило, что видно, что начало это выходить. И потом, на какие-то конкурсы первые, до Мышленниц, эти праздники были приказаны. Ну и там взяли какие-то выражнения. Ну и тогда, когда-то начало, но это тоже не на засаде, чтобы заводово заниматься, только от такого случая до случая, так делать, для приемности. Разумею, сначала была резьба, потом фотография, потом маларство, а сейчас эти три дзекины штуки, или есть какой-то приоритет, на чем сейчас концентрует себя на немало? Ну, в этой моменте могу так сказать это маларство, потому что есть в этой моменте маларство на шкле, потому что не требуется физическое как резьба. Так же с фотографией тоже есть проблем, потому что нужно иметь объекты, аппарат, и статевы, а сэшно вы сами знаете, на чем это полега, а тут маларство то есть так лагоднее, скажем, когда мне доброе почувствие то малюю, как я мучаю, то что это не требуется такого большого силу, хотя вымыслить какой-то мотов, вымыслить какой-то мотов, то есть проблем. Берем в разных конкурсах и международных чтобы зазначить как-то нужно сделать пару месяцев, чтобы прегрыть в себе как-то претравить, чтобы потом он даёт эффект, как-то уже что-то 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 чтобы что-то было. И на счастье так удалось, чтобы хвалить, но пракеты и 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 т и и вот что-то и п , И урекло мне то, что ты эти колоры, эти барвы выдобылась с такой, можно сказать, с червиц, с такой ничтостью. И это было впечатление, особенно в этих писяцах Музеум Архидецией Зеленого, где есть темно, где эти колоры просто светили. И хотелось бы спросить, потому что этих выставов уже несколько десятков. И есть такая выстава, которая... И тоже о первой выставе хотелось бы спросить. Как ты начнешь? Как ты начнешь? Как ты начнешь? Как ты начнешь? Первая выстава, если мы говорим о таких выставах, это была совершенно без моей виды. Как я уже вспомнил, в Мышленнице. Это было на 15-летие Мышленнического Ощадка Культуры. И тогда Стасек Треба, я прежде всего работал на Хуче Катовиче, и там в доме были какие-то какие-то такие выставки. Он пришел до мамы и говорил, что хотел бы взять такую работу и приказать до Мышленнического Ощадка Культуры, чтобы показать это. И выбрал там, которые ему так больше выставали, что могут подавать. И тогда был этот начальник, в 1977 году. И тогда была первая, индивидуальная выставка, в 1999 году, в Крешовицком Ощадке Культуры. И тогда это было для меня великое выставление, потому что никогда не думал, чтобы индивидуально какие-то такие работы показать. Но тоже оказалось, что достаточно много выставок это была выставка «Резьбы и фотографии». През несколько лет были выставки «Резьбы» и фотографии. А, панец Жцислав, тематика? Тематика, 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 тематика пасыйная. Почему такие выборы? Не только пасыйная. Аккуратно в той же время есть окрес Великого посту. И так выпадает, чтобы показать этот окрес. Но есть такие как-то циклы. Мам образы на такие индивидуальные выставы. За эти несколько лет они уже взбирают. Так что могут быть тематика пасыйная, тематика божонародзения, мариинная. Но это все время религиейная. И святы. А опрочу этого, может быть, еще не взбирают на индивидуальную выставку из жизни, такого какого-то, сведения, документующего, но я о том думаю. И так я надеюсь. В твоем маларстве я это поровнуваю до такой иконы. Это для меня такая икона будови, это твоё маларство на шкле. Где właśnie церпишь тематы? Ну, видно, что жизнь святых, жизнь Jezusа, Марии, но ты используешь какой-то иконографии, чем ты inspirаешься? Творяешь такой проект этого образа? Ну, это значит, ну, не буду здесь страивать, что сам это вымыслал, только, в общем, это будет создание тех, в общем, наблюдания, проанализования разных albumов, или джеворыту старого, ludового, или джеворыту такого, ну, профессионального, или маларства, или святых. Ну, это нужно чтобы все еще разобрать, так как пшточка прерабят на миод, скажем, пыльки, квитои и нектары. Но появляются там такие элементы, которые не всегда в этой иконографии имеют место, то есть в момент, когда Пан малует или речит Христуса фразобливого, появляются ангелки, пташки, появляются такие элементы, такие типовые и характерные для стуки людской. Это уже такая моя interpretация этих, потому что было бы очень нехладно, как бы просто скопиовать то, что было приказано. А до этого еще своим, как бы, колором убираю, так, что по своему это интерпретую и так, как бы я это хотел бы приказать. Нераз видя, что когда я сделаю вторую или третью копию, то это не в том смысле, что идентичные, но когда я сменяю тло или пташки, или крики, или ангелки, то этот образ становится совсем другим образом. И тут вспомнилесь о тлах. Я много делаю на бэнкетах, на гранатах и так далее, но видя, что эти образы, из-за того, когда я смотрю на старые фильмы о старом маларстве людском, то, что главная была черная. И они действительно в этом претворении, через шкло, через швы, набирают интенсивность. И в отбищу с черни дают дополнительные эффекты, такие колористические эффекты. Потому что это очень интересно. И в отбищу, что вы чувствуете, что у вас есть в струце людской. И мне хочется спросить, что вы делаете, что ты мне говоришь, что у вас было 120 человек, сейчас есть 20 человек. в стоверзесении, скажем, как оценят этот мир перемен, где эта стука лодовая сейчас как бы сейчас есть еще шансы претерывания и как это выглядит с перспективы твоих знакомых, которые тоже творят в этом стиле? Ну, и если говорить о количество членов стоверзесения творческих, то актуально есть около 50, но ценность уменьшается, потому что до стоверзесения есть очень мало людей, потому что они думают о том, что дает такое бытие в каком-то стоверзесении. Если есть кто-то добрый, то он делает сам себе что-то и продает, потому что люди на этот мир опирают, чтобы заработать или доработать. А уже таких пасионатов, которые без интересов не работают, это гораздо меньше и в общем-то, что это будет как-то, 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 с какими-то, с какими-то, с какими-то, с какими-то, что люди будут умирать. На примере, даже в гм. Токарне было тут вспомнилых пара резьбиарзов, или вспомнилые Слонина, или Яндроха, или Майерег, или Игнац, или пани Носи Далькова, или даже Пяциархи. Кс. Андрей Новобильский написал – профессиональный артист в дизине сстуки людской. Пане Дзиславе, согласен ли ты с такой opiniой, или нет? Ну, не знаю, если могу не догадаться с таким знавцом. А с другой стороны, это было бы тоже не скромно. Может быть, не знаю, как-то, 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 но я думаю, что может быть в этом, потому что лета работы, лета работы, лета работы, лета работы дают эффекты потом. Потому что даже сейчас, в этих kilку летах, по тем маларствам, это были такие сурые. А я думаю, что это еще не конец, но с каждым годом прибыла разных орнаментов на шатах, этих святых, или на представлениях образов. То есть такие... Потому что, когда я сделаю, то потом потом посмотрю, то еще не получается, чтобы что-то уатракционировать, что-то упомякнуть, чтобы мне это больше понравилось, а если мне понравилось, то может быть мне тоже тоже понравилось. А, пожалуйста, если не подходит Пана в сторону в тража? Ой, нет. Пресадная была бы была... Это уже было бы за много. Но я думаю, что я еще попробую впровадать своеобразное, чтобы это было так. Потому что эти работы, как поединенные, они выглядят лучше. Но когда есть какая-то ства, как есть из такой смировой образовки, то даже сам видит, что это дает эффект такой визуальный. И сам я сомневаюсь, как это все было зааранжировано, видя по разных выставах, которые были зааранжированы через разных людей, через разные ощества культуры. И прикладом, это тоже. Так что каждый организацион такой выставы по своему изменили. И это делает впечатление на меня, а я думаю, что и на видах тоже. Мы тоже выставь это с тем, сравним, это оборудователь, которые тяжело работали на этой твердой земле, но всегда выставили этот humor, чувство, что даже в этом и их не доходило до конца, выставить это с такой орнаменты, как вот Мария говорит о птках, о орнаментах. И это для меня такое преимущество в этой творчестве это зеррие и этой радости и веселости сцуки людовой. И так немного песомистично мы говорим о этой сцтуте людовой, но ты должен был какой-то такой приказ, что надо продолжать эту традицию, скажем так, чтобы тем детям, которые начинают, или тем молодым, которые может быть может этот рынок сцуки людовой сейчас немного расширит, потому что всегда, как спадает, что-то что-то потом старается это обудовать. Я думаю, что это все еще не так песомистично, потому что часто бываю на разных встречах с детями, с прецедскохами, в школах подставах, то вносим это по себе, что где-то в какой-то из этих детей то что-то что-то когда-то по летам выходит, не раз случайно, потому что я не думал о маларстве, о маларстве, хотя что-то мне понравилось это что-то 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 было для того, чтобы не заниматься этим. Но в среде этих детей сейчас не можем сказать, что-то что-то какое-то какое-то заставление среклоном, что-то это шерстную, или легенда что-то что-то делать оптимистическое подражание и надеи, что-то молодец будет продолжать это. Даже если кто-то может на эту или на следующие другие и других творческих, то я измирюю тебя когу, чтобы я попробовал бы смелося с этим творжем, с древнем, с цветами, с цветами, с цветами, с цветами, с цветами и с другими. И нужно иметь пасе в жизни. И нужно иметь пасе, но нужно понимать, что хочется, мимо того, что можно делать, но надо возвращаться до этих импульсов артистических, потому что это очень красиво. И я в той же время не представляю себя без того, чтобы не иметь такого интереса, потому что я занудил бы, когда кто-то на эмиротуре или на ренче и он говорит, что он не видит, что тут делать. Треба искать каких-то мастеркования, какого-то хобби, какого-то вклеения самолосиков, а может каких-то-инных. Или уехать, если кто-то имеет какой-то такой talent, рик до малования, или каких-то штуков, то все, как говорят некоторые, выставить 5% talentу, а 95% pracy. Я даже не так, чтобы я себя хвалил, но видимо, что те лета работы такие, можно сказать, достаточно тяжкие, потому что практически каждый день, по несколько годин, что-то малюю, не так без прервы, но с прервами. То, но видимо, что эта кремка, или колор, или даже самое уютие тематуры, есть разница и дает эффект. То есть. То есть, согласен с утверждением, что штука ушлахетная? Да. Задёжно так. Ждиславе, дякуемся тебе за obecность. Дякуемся. Дякуемся за то, что będziemy могли так лично выглядеть твои образы. Дякуемся с праздником на открытие этой выставы 6.05.19 в Галерии Дворек в Токарне. Дякуемся. 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 Продолжение следует...